Всем привет дорогие друзья, с вами Кирилл и у нас сегодня на обзоре паяльный фен. Этот фен отличается тем, что паяльная станция встроена в него. То есть вся регулировка скорости вентилятора и того, как сильно он должен разогреться, регулируется непосредственно на нем. А также есть индикатор, который горит красным и показывает, что у нас спираль сейчас находится на разогреве. Хотел бы порекомендовать вам подписаться на хороший канал Ивана. Канал молодой, но развивается стремительно. Иван любительски увлекается электроникой, самоделками, паяет кит-наборы, а также монетами. Видео выходит регулярно, подпишитесь, не пожалеете. Очень быстро я пройдусь по комплектации то, что в нее входит. Фен у нас рассчитан на 220-450 ватт, к чему я еще вернусь. Сам фен, только с другой вилкой, мне пришла европейская. И небольшой наборчик насадок. Внутри есть инструкция, она написана на китайском языке, а также на английском. Небольшая металлическая, но жесткая подставка, на которой фен очень хорошо держится. Как и было нарисовано на коробке, здесь у нас 4 насадки. Все они разного диаметра. Самая маленькая это 3 мм. Далее 4 мм. 7 мм. И самая большая ровно 1 см. Наш сегодняшний тест-обзор будем производить на насадке в 7 мм. Она у нас останавливается сверху, а далее закручивается отверткой. Сейчас данный фен у меня подключен в розетку через измеритель мощности. Резисторы я выкрутил в минимальные положения. И сейчас мы с вами включаем. Индикатор у нас показывает около 30 градусов. Светодиод, который показывает нагрев фена, сейчас не горит. Это значит, что вентилятор включен на минимум. Отсюда минимальная его мощность составляет 3,3 ватта. Выкручиваем резистор, который отвечает за скорость вентилятора на максимум. Теперь показания мощности у нас составляет 5 ватт. Фен у нас рассчитан на 220-450 ватт. К чему я еще вернусь. Крутим резистор нагрева на максимум. Температура начала резко возрастать. И мощность составляет 264 ватта. Температура уже 600 градусов. Скажу я вам, что он разогревается очень быстро. До 600 градусов он дошел приблизительно за 40 секунд. Надо отметить, что фен набирает действительно немаленькую температуру. Но прежде, я думаю, надо открыть нам инструкцию и посмотреть вот на эту циферку, которая показывает 450 градусов. Но вы сами понимаете, что мы уже с вами выжили из него больше. После этого мне как-то все равно, что здесь не 450 ватт. Попробую я начать с простого. Ремонт вот такой вот светодиодной лампы проработала год. Теперь сломалась. Причиной тому один из маленьких светодиодов. Конкретно вот этот. Я уже прозвонил их тестерам. Нельзя просто так сесть и сделать обзор. Постоянно что-то не так. Ищупал. Отлетел у меня проводок. Поэтому придется его быстро восстановить. И для ремонта, как всегда, воспользуемся нашим шустрым паяльником. Возвращаясь к поиску неисправности светодиодной лампой, переключаясь я на измерение диодов. Точнее вот такую вот прозвонку. И сразу вам покажу. Учитывая полярность светодиодов, мы на этот, на рабочий, подаем с вами. Видим, что он у нас светится. И рядышком нерабочий, подаем на него точно так же. Реакция 0. На сайте Алиэкспресс эти светодиоды можно купить отдельно. В свое время покупал их когда-то очень много. Также тестер включается на режим прозвонки. Подаем плюс-минус. Видим, что у нас светодиод загорается. Можно устанавливать. Для начала отсоединяю проводник питания. Пробую паяльником при температуре 300 градусов. Эффект нулевой, паяльник не справился. Дело в том, что эти светодиоды припаяны на металлические пластины. Площадь этой пластины настолько большая, а паяльника жало очень тонкая. Для начала я воспользуюсь феном, чтобы подогреть алюминиевые пластины. У нас уже пошел разогрев. Температура быстро набирается. Сделаем немножечко скорость вентилятора побольше. Температура около 260 градусов. Температура 290 градусов. Поднял я температуру. Сейчас она составляет около 500 градусов. Пробуем теперь добавить паяльник. Температура 440 градусов. Светодиод успешно отошел при температуре 500 градусов. Место для пайки, я бы сказал, уже подготовлено. Припаивать можно как паяльником, так же и феном. Разогреваю немного алюминиевую пластинку, чтобы паяльником лучше взялось. Ремонт лампы закончен. Конечно, многие будут возражать и говорить, что здесь у нас за грязь. Эта лампочка пришла с Китаем и она уже была в таком состоянии. Поэтому отирать и делать здесь что-то еще больше я, конечно же, не стану. Заранее прозвоню и проверю работоспособность светодиодов. А на этом ремонт нашей светодиодной лампы я считаю завершенным. И мы можем дальше проходить к тестированию нашего фена. Есть схемы от нерабочего телефона. Сейчас попробуем с помощью этого фена отпаять несколько деталей. Температура 450 градусов. Мы с вами пробуем отпаять разъем питания microUSB. Не знаю, как так получилось. У меня только что показывало температуру около 700 градусов. Поэтому пришлось ее немножечко убавить. Ранее феном я ни разу не пользовался, поэтому получилось крайне неудачно. Себе бы поставил оценку 2. Постарался вам приблизить как смог. В центре у нас идет керамический нагреватель. Или от него вот такая вот идет типа проволочки. И на конце у нас термодатчик. Опять же это не критичный. Пайка происходит индивидуально. Со временем я привыкнул и буду точно знать какую температуру надо выставить. На рукоятке у нее прорезиненное уплотнение. Оно не скользит. Туда-сюда также не ходит. И держится в руке очень удобно. По поводу провода. Он немного жестковат, но легко поддается к изгибу. Длина его составляет около полутора метров. И на конце используется наша европейская вилка. В целом паяльный фен очень удачный. И я рекомендую всем, кому не нужна целая громадная паяльная станция. Лично мне фен очень понравился. Приобретал я его специально. Так как у меня нету отдельной паяльной станции. Есть просто обычный паяльничек, который также у нас сегодня присутствовал. Есть и много других паяльников. Вы меня также спрашиваете, нафига я паяю какие-то самодельные паяльники, когда у меня есть хорошие свои. Да все просто, друзья. Делаю я такие обзоры для того, чтобы у вас всегда был выбор. Покупать новое или паять самому. И в данном случае я считаю, что фен лучше готовый купить, чем что-то придумывать. А вы дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить пальчик вверх. Если еще не успели, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. С вами был Кирилл. Пока-пока. Друзья, кто знает, что это за номера, пожалуйста, напишите в комментариях. Действительно очень интересно узнать. Должна быть специальная термопаста. Той, которой припаиваются все эти элементы к нашей плате с помощью фена. Надеюсь, что ждать мне осталось совсем недолго. Паста подойдет. И я смогу вам в полной мере показать, как пользоваться феном.